Добрый вечер. В студии Екатерина Романова и моя гостья. Анна Федотова, координатор проекта «Курский вокзал. Бездомные дети». Анна Федотова работает вот с такими людьми. Анна, если позволите, я зачитаю вашу текущую историю, с которой вы столкнулись. Почему зачитаю? Для того, чтобы наши радиослушатели вообще поняли глубину того процесса, в который вы вовлечены. Сегодняшние новости. Сначала уточнение, которое полностью обрисовывает картину, окончательно делая ее описанием изысканных пыток. Точнее, ситуация. 6-9 числа кратко, но из первых уст. Двое суток Юра сидел в приемном покое, без еды, воды и практически без возможности сходить в туалет. Снимок таза не делали, но делали снимок позвонков. Сказали, у тебя все в порядке, не притворяйся. На его уверение, что он вообще не может ходить и очень больно, не реагировали. Поздно вечером санитары выволкали его за шлагбаум на улицу и сказали идти на метро. Это более двух километров до ближайшей станции. Или ехать на автобусе сто метров до остановки. Денег нет. Юра мог передвигаться либо на четвереньках, либо опираясь на что-то перед собой, испытывая сильные боли при этом. Левая нога не могла шевелиться вообще. От дерева к дереву, а где не было опоры, ползком по грязной и мокрой жиже, он пополз до ближайшего дома. Перед этим была мысль выползти на дорогу под машину. Там он нашел трубу газа, и по ней, по периметру дома, он дошел. Как ему показалось, шел часа два до подъезда. Но ночь он провел не внутри, как я поняла ранее, а снаружи, просидев на скамейке, мокрый и замерзший, до утра. Ночью мимо проходила подгулявшая компания, и Юра попросил у них попить. Они дали ему воды. Утром люди начали выходить из подъезда, и тут Юрий попросил помощи вызвать скорую. Когда же он отказался ехать в предложенную ему 67-ю больницу, то скорая вызвала социальный патруль, который довез его до ворот дистанции на Сусальном, и там и оставил. В итоге Юра простоял там на улице, все более замерзая и ослабевая почти весь день. Когда ворота открывались, запуская туда людей порциями, Юра физически не мог успеть туда войти. Тут его увидела наша Ольга. Он был такой измученный и страшный, что даже на фоне толпы бездомных бросался в глаза. Какое счастье, что было тепло. Это пост в Фейсбуке, я правильно понимаю? И это реальная ситуация, которая произошла, ну не на ваших глазах, но, по крайней мере, с человеком, с реально существующим живым человеком. Который при этом еще и не бездомный, а ограбленный гражданин Украины, причем уроженец Москвы. Он родился и прожил часть детства в Москве. Потом Советский Союз еще был, они уехали с родителями на Украину. И да, вот так и было. И это история наших дней? Ну это буквально вот сейчас было. 6-9 января, да? Да, он в данное время сейчас в больнице. Вот как сейчас разворачивается его судьба? Его нашли ваши помощницы? Да, вот нашла наш волонтер. И там повезло Юре еще просто с одним человеком, женщиной Светлана, которая просто была свидетелем того, как он там сидел, почему он отказался от 67-й больницы, потому что именно там, в приемном, он и сидел два дня. И она дала ему свой телефон и сказала, позвони, если тебя не возьмут, или что-то случится. И он уже, он передал Ольге этот телефон, созвонила себе Светлана, и мы соединили все свои усилия. И вот я написала вот как раз в интернете, попросила помощи, потому что его без документов, без страховки, без полиса, и как гражданина Украины его, не брали бесплатно в больницу. Оказалось, что у него перелом костей таза. Вот. И только три дня там можно бесплатно держать человеком. И мы вот сейчас неделю вот оплатили, там у меня коллега и, в общем-то, подруга уже, наверное, теперь помогла, вот Марина Феликсовна Перминова. Ей друзья тоже знают, что она бездомными занимается, оставили просто денег на ее распоряжение. Так вот, ну, нам иногда бывает, друзья, они хотят помочь, они нам доверяют, что мы можем правильно распорядиться вот этими там какими-то пожертвованиями или вещами. Вот. Они нам передают, и мы вот уже когда видим, когда ситуация такая вот, мы можем потратить. Вот она помогла, а сейчас организация МОМ, это международная, по-моему, организация миграции, они сейчас вот вторую неделю платят. Они его взяли под покровительство, потому что он полгода пытается заработать на восстановление документов дорог домой после ограбления. Его в мае ограбили. Он во всяком так называемом реабилитационным центром ездил и бесплатно там работал. То есть его труд эксплуатировался, ему обещали золотые горы, в итоге он получал только работу, кровь и еду, и все. Вот. И, соответственно, такое вот отношение. Ну, вот все так вот кончилось вот таким образом, но сейчас более-менее, слава богу, то есть, дело в том, что перелом коститаза, это очень сложная травма, если врачи слушают, они знают. Ему повезло, что эта травма была в легкой форме, потому что иначе было бы внутреннее кровотечение, и вот три дня ползая по улице, он бы просто мог умереть, не только от... То есть обычный нормальный человек, который пытался как-то изменить свою жизнь к лучшему, очевидно. Он ездил на заработки сюда, в Москву. Искал работу. По старой памяти, что вот они сами родом из Москвы, родители пожилые, мать болеет. Он ездил на заработки для помочь родителям. То есть он из центральной Украины, то есть из поселка, там работы почти что никакой нету. То есть это не бомж, это не какой-то падший человек, в смысле там наркоман или вор, или еще кто-то, да? Или алкоголик, да? Это обычный нормальный человек, который пытался свою жизнь как-то устроить. Но вот он попал в такую ситуацию, когда его избили, его ограбили, у него забрали документы. И он оказался без каких-то документальных подтверждений того, кто он, откуда он, где он. Естественно, вот это скитание на улице, отпечаток свой накладывает и на внешность. Не очень много было на улице. То есть он все это время, я так поняла, что пытался зарабатывать. То есть из одного центра переходил в другой. Он почему-то оказался на улице 6-го числа, потому что очередной вот этот так называемый реабилитационный центр, и он там узнал о других людей, что есть организации, которые дают возможность подработать. И это наши тоже знакомые, тоже. И там они тоже по такому же принципу сделаны, но они сейчас зарплаты всегда дают на руки. Там что-то идет на прокорм, а что-то на руки. И он ушел оттуда с целью туда попасть, чтобы заработать денег. Да, чтобы вернуться домой, в конце концов. И по пути вот с ним приключилась такая неприятная история, и он оказался неспособным передвигаться ввиду травмы. Ну, в общем, да. Аня, вот скажите, пожалуйста, вот это что? Это общество? Это проблема государства? Это проблема индивидуальной личности наших людей? Почему вот с обычным нормальным, хорошим, стремящимся к чему-то лучшему человеком в нашей стране может произойти такая чудовищная история? Ну, во-первых, я сразу скажу, что на самом деле все люди так или иначе хорошие и стремящиеся к лучшему. То есть я бы не стала делить там вот этот такой, этот заслужил, этот не заслужил. Это отдельный разговор на эту тему. Но я, наверное, вероятно, буду дальше часто цитировать, поэтому сразу скажу, что я буду периодически цитировать мысли правового аналитика и консультанта питерской ночлежки Игоря Карлинского. То есть если кто-то заинтересуется, легко найти в интернете его там статьи, его какие-то вот материалы, вот Игоря Карлинского, он, наверное, самый лучший, вот кого я знаю, именно правовой аналитик по вопросам бездомности. Он говорит, что проблема бездомности, она комплексная. И здесь вот то все, что вы перечислили, все имеет место быть. И вообще-то ему не оказали помощи. Ну вот, в принципе, на три дня могли положить, но все остальное практически по закону. То есть надо понять, что у нас давно нет бесплатной медицины, что, в общем-то, на этом случае люди, наконец, вот если вот еще 6-7-8 лет назад мы бы про это говорили, многие бы не поняли, то вот сейчас я вот в интернете встречаю больше понимания того, что это касается нас всех. Что если мы окажемся в чужом городе без документов и без полиса ОМС, и в грязном, например, виде таком несчастном, то с нами поступит точно так же, скорее всего. Потому что сейчас медицина финансируется с одного источника ОМС, да, вот, ФОМС. И если у тебя нет этого полиса, то больница за тебя не заплатит. И больница не может тебя лечить. Либо врач может только за свой счет тебя лечить. Либо ты сам платишь. Но ведь разные ситуации бывают в жизни. Вот с тем же Юрой почему я привела эту историю? Потому что это нестандартная ситуация, когда человек сам решает для себя, что он живет какой-то там отшельнической жизнью, что он бросает. Это стандартная ситуация. Это стандартная ситуация в смысле того, что тебя избили и ограбили. Но нестандартная, как мне кажется, ситуация реакции той же полиции, того же здравоохранения. Ведь нужно сначала разобраться, что это за человек, а потом уже принимать по нему решение. Понимаете, это, во-первых, человеческий фактор. Без различия? Ну, раз бездомный, значит, сам виноват. Все. Так проблема-то в том, что это... Понимаете, там, 8 лет я там бездомным занимаюсь, у меня каждый раз как первый раз. У нас было разное. У нас и милиция в рабство людей продавала. В Москве причем далеко не увозила. Забирала документы. Несколько лет назад у меня тоже там были люди. Творится все, что угодно. То есть с любым человеком может сотвориться все, что угодно, на самом деле. И, ну, как давно пора понять, что беззаконие, которое не может твориться, как бы вот в отдельно локальном месте рядом с тобой. То есть если оно есть, то оно есть. Проблема в том, что, опять же, Игоря Карлинского последний раз упоминаю, вот дальше цитирую уже без, так сказать, упоминания, что бездомность, по его определению, это ресурсная недостаточность. Вот сейчас мы на себе все это ощущаем, да, что вот с нами каждый день творятся так или иначе беззакония. То есть мы уже это все достаточно хорошо поняли, что что-то вот в политике, в экономике, там, в сфере ЖКХ, да, творится беззаконие каждый раз. Но у нас пока есть ресурс его преодолевать, нивелировать. То есть у нас достаточно денег заплатить по повышенному тарифу, например, за жилье или еще что-то. Или мы можем взять кредит и можем его отдать. Или еще что-то. То есть более глобально какие-то может там сотвориться. То есть там буквально там, ну, бывают разные случаи, да. Но когда у человека не хватает ресурса преодолеть этот каждодневное вот беззаконие, не хватает там ума даже, да, или родственников, там, работы нет, то он тогда скатывается, и у него не хватает ресурса преодолеть эту кризисную ситуацию. И сейчас все наше население находится так или иначе в таком или иначе кризисе. И никто не знает, что завтра случится, там, кто-то заболеет или еще что-то. То есть пока ты живешь нормальной, обеспеченной жизнью, пока у тебя есть паспорт, полис обязательного медицинского страхования, работа, дом, ты социально адаптированный человек. Иными словами, ресурс. Если вдруг у тебя по каким-либо причинам, ну, ты там неправильно поступил со своим имуществом, обманулся там мошенником. Ну, или имеешь, так сказать, несчастье жить в сельской местности, где нет работы, не предвидится. Или уехал со своего насиженного места куда-то в другие места на заработки. Или ты, не дай бог, заболел каким-то заболеванием серьезным. Или, вот как с Юрой, ситуация, когда тебя в одночасье лишили всего этого, и документов, и денег, и здоровья. То есть человек настолько незащищен по своей сути, что уже пора бить, наверное, в колокол. Так я это очень давно делаю, но люди как-то, они не понимают, что это их касается. Что если вы их подъедете... Это не со мной. Да. Они думают, это не со мной, то есть бездомные сами виноваты, они сами захотели. А со мной такого никогда не случится. То есть я скажу так, что ни один бездомный не хотел быть бездомным. Вот. И я скажу так, что матери даже, да, они предпочитают убить своего ребенка, да, сделать аборт. Только не предоставить ему возможность стать бездомным. То есть частая отговорка вот при аборте, что некуда, у нас нет жилья. Что даже вот матери, они чувствуют, что в России быть бездомным страшнее, чем быть убитым. Вот. Они предпочитают убить своего ребенка, только чтобы он не стал бездомным. Это страшно. С нашим климатом, с нашим, так сказать, беззаконием вот этим. Прав, не прав, виноват, не виноват. То есть обратно возвращаться очень сложно. У нас вот эти лифты социальные обратно не работают. Их нет. Ну, они где-то есть, но человек может по ним как-то подняться, но не благодаря, а скорее даже иногда вопреки. То есть должно хватить, я не знаю, нерастраченного личного ресурса. Ну вот по официальным данным, бездомными вообще могут быть не только люди, которые не имеют там жилья, например. По тем данным, которые лежат передо мной на столе, это 44% московских бродяг, например, имеют жилье. А 54% из них имеют живых родителей и детей. То есть, в принципе, угол, куда прийти ночевать, где можно помыться, где можно покушать, как-то социально адаптироваться, есть. Но, тем не менее, они живут этой жизнью. Конечно же, бесконечное количество, огромное количество, 40% — это огромное количество, которые не имеют никакой информации о своей родне. Это уже не адаптированные к жизнедеятельности люди, потерявшие себя, да, может быть, можно так сказать. Но, тем не менее, вот откуда они берутся, бездомные, мы с Анной Федотовой поговорим буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. В студии Екатерина Романова и моя гость, Анна Федотова. Анна — координатор проекта «Курский вокзал. Бездомные дети». И в первой части нашей программы мы говорили о том, кто такие бездомные. И на примере одной истории, истории Юры, который приехал, родился в Москве, но по обстоятельствам жизни был вынужден или самостоятельно по желанию переехал со своей семьей и родителями в Украину. В детстве. Да, в детстве, в советские времена еще, да, переехал в Украину и по памяти своих родных мест и по информации о том, что в Москве достаточно много работы и можно попытаться обеспечить свою семью, он приехал в Москву в попытках, в поисках работы и достатка. Но, к сожалению, метаясь с одного на другое место в разных центрах, где Юр пытался работать, так случилось, что его в какой-то момент избили. Это когда расчет, когда расчет он на работе получил. На работе получил, и с этими деньгами его ограбили и избили. И избили до такой степени, что Юра не смог передвигаться, потому что у него был перелом таза. Ни одна душа не смогла помочь ему в данной ситуации. Его восприняли бродягой. И мы с Анной говорим о том, вообще, кто такие бездомные люди, откуда они берутся. И вот Аня высказывала такие мысли о том, что бездомными специально никто не становится. Такой тезис. Анна, никто не выбирает стать бездомным. Аня, ну давайте вот подведем какую-то статистическую, наверное, общность. Откуда берутся? То есть это отказные дети? Ну как, вот у нас в Москве немножко такая ситуация, отличается там, например, от других городов, даже от Петербурга отчасти, что да, у нас очень много людей приезжает от отчаяния на заработки. То есть основная масса это заработки. Каждый, ты спрашиваешь, и каждый говорит, да если бы у меня была работа ближе к дому, я бы сюда не поехал. Вот по статистике 32% московских бомжей в свое время приехали в столицу, да? А потом начинается вот уже, как сказать, многие приезжают тоже и за какой-то правдой. Очень много именно детей, выпускников детских домов, которые не получили жилья. Много людей, которые пока находятся в местах лишения свободы, они теряют связь с родственниками или еще как-то, каким-то образом теряют свое жилье. Или им стыдно возвращаться домой. Разводы очень большие. То есть мужчина, то есть он как поступает? Он оставляет единственное жилье там жене и детям и приезжает заработать там новое какое-то жилье или просто заработать на жизнь, чтобы где-то обустроиться. Нужен какой-то капитал, чтобы заново начать. То есть когда ты ему говоришь, поезжай домой, у тебя же есть родители, он говорит, мне стыдно на их шее сидеть, потому что, как правило, это люди из каких-то там депрессивных регионов или сельской местности, где нет работы. Я говорю, ты же, например, начинает человек пить, я говорю, ты здесь сопьешься. То есть даже официально вот наша соцзащита, она как-то несколько лет назад озвучила цифру, что половина бездомных людей, которые страдают алкоголизмом, они приобрели этот недуг вследствие попадания на улицу, а не по причине. То есть это как... То есть попали на улицу не потому, что они алкоголики, а не стали алкоголиками, потому что они попали. Он не понимает наркотических средств, включая алкоголь, он либо, ну, очень большое исключение, вот у него остался какой-то вот стержень там, он какое-то воспитание какое-то такое получил очень правильно, либо он со своими тараканами, которые ему позволяют отвлекаться трезвым в виде вот от происходящего. То есть, как правило, это люди долго живущие на улице, не пьющие, как правило, не все. Они имеют так или иначе ментальные какие-то нарушения. Нормальный человек в состоянии бездомности на трезвую голову жить не может. Либо он сразу, да, уходит, либо он гибнет сразу. Вы говорили, что бездомные люди, они не адаптированы. Они адаптируются к тому, что в них есть. К улице адаптируются. Те, которые выживают, они адаптированы. Но они именно теряют действительно каждодневные навыки. Этих людей для того, чтобы их реабилитировать, им надо буквально восстанавливать, их надо приучать буквально рано вставать по будильнику, пользоваться постельным бельем, чистить зубы. Потому что это все не нужно на улице. Это, так сказать, какой-то отбор такой получается, что вот эти ненужные навыки, они отмирают. Да, отмирают, потому что иначе человек не выживет. Если он каждое утро будет думать, что мне надо почистить зубы, он с ума сойдет. Потому что он будет понимать, что он не может это сделать, как нормальный человек. Вот есть еще и разделение. То есть Москва – это столица нашей. Да, очень много сюда едет. Нашего государства. И, соответственно, много едут не только из других городов Российской Федерации, но и из бывшей СНГ. Не только СНГ, у нас сейчас Кубинец, негр. Не знаю, что с ним делать. Даже вот и международный. Я вообще не знаю, что с ним делать. Как реагируют на это власти? Помогают ли всем или есть какое-то разграничение? Ой, здесь очень сложно. Мы знакомы, мы общаемся со всеми официальными лицами, чиновниками, которые занимаются бездомностью. Там постоянно у нас идут такие вот споры. Что, с одной стороны, понятно, что вроде как вот эта система социальных гостиниц, она сделана, конечно, больше для москвичей. И она же финансируется за счет Москвы. Поэтому они имеют право сказать, что мы только для своих финансируем. Только москвичей. Да, но дальше начинается, в принципе, они там, вот в этом году как-то странно получается, человек может в тепле в социальной гостинице переночевать подряд не более трех ночей и всего за сезон не более 15 суток. То есть они говорят, что для того, чтобы гастарбайтеры этим не пользовались. Но там, получается, дальше перегибы, то есть когда человек действительно нуждается в помощи, опять же, начинается человеческий фактор. То есть будет какой-то администратор такой нормальный, он войдет в положение человека, он увидит действительно нуждающегося, он пустит. Иногда люди приходят, жалуются на то, что там беззаконие творится. И мы начинаем тоже там жаловаться начальству, они говорят, не может быть, или там мы их накажем. И получается такое взаимопонимание. Круговая порога получается. Взаимопонимание такое. Но я бы не сказала, что вот именно вот сами вот непосредственно люди, которые от соцзащиты этим занимаются, они вопрос не знают. Они знают. Вот прием там вот Андрей Владимирович Пентюхов там он ведет, да, вот. И... Но они люди вот системы. Ну вот вы сославились на Андрея Владимировича. Вот наш законотворец, да, можно так его назвать, Андрей Пентюхов написал проект закона по регулированию бродяжничества. Вот мы как раз весь год и спорили. Вот что в этом законе такого, с чем вы не согласны, и что действительно, если отбросить какие-то свои, там, может быть, свои отношения к этому, действительно, может в такой ситуации надрывные уже спасти, как хирургия? Знаете, как, этот закон хорош, когда есть выстроена система помощи бездомным людям. Там, во-первых... Системы нет. Системы как таковой от и до нет. Во всяком случае, во всем... Закон-то федеральный, он касается всей России. У нас есть целые области, причем лежащие довольно суровых климатических условиях, где нет, например, ни одной или только одна там маленькая социальная гостиница. То есть и как, и на каком основании, на каком вот... Что там делать с людьми? Кто там будет? Если в Москве даже нет специалистов профессиональных, которые с бездомными работают для ресоциализации бездомных, то что говорит, например, там, я не знаю, о Якутии, там, о Магадане? То есть, ну, вот непонятно, да? Определение бродяжницы странное немножко. Так это первое, что у всех вызывает, там, то, что просто человек, находящийся в нежилого помещения, в состоянии, оскорбляющим достоинства, что-то, ну, как-то очень расплышно. То есть это... Человек там, не знаю, пошел в поход и из похода там с гор спустился, и он от него... Он в таком же состоянии находится. То же самое. Это моя юность. То есть я посмотрела, то есть, о, меня можно было каждый день хватать. Вот. Вопрос в другом. Ведь помощь бездомным, как и вообще, в принципе, как бы любая социальная проблема, она тоже состоит из трех основных пунктов. Это профилактика, помощь и реабилитация. И методов внутри каждого, вот, может быть, разное. То есть там... То есть это индивидуальный должен быть подход к каждому случаю. В законе идет вопрос еще о принуждении. И вот эта грань, вот, любимая отговорка всех вот чиновников, они сами не хотят. Вот. А вот эта грань, а вот почему человек не хочет, почему? Он не доверяет, что случилось? Или он просто так сказал? Потому что я не встречала вот так вот очень мало людей бездомных, которые действительно не хотят. Они это так говорят. Но это не значит, что они не хотят. Это, может быть, психологическая какая-то реакция, еще что-то. То есть когда... Мы знаем реакцию человека, когда он говорит нет, когда он, наоборот, хочет сказать да. Но это часто. Аня, ну на самом деле, но ведь разная может быть помощь и разный способ ее предложения. Правда? Да. Вот если такого бродягу где-то там находят или он где-то мешается, на него жалуются там жители подъезда или какой-то улицы, неважно. Каким образом вот он попадает, этот человек, сначала в полицию, да? Там его... Нет, его сейчас можно вызвать социальный патруль, он его там отвозит. Но здесь опять проблема, что... Нет, вопрос мой какой. То есть содержание в специальных учреждениях, по закону, да, положено. Но ведь нужно время и желание со стороны органов и контролирующих в основном органов разобраться, как человек оказался в этой ситуации. Может быть, действительно с ним случилась какая-то история, как с Юрой, и ему нужна помощь сейчас в том, чтобы восстановить его документы, сообщить его семье о том, что произошло, и эта семья может помочь в том числе найти средства на лечение или те же документы предоставить для того, чтобы помочь ему выздороветь и, естественно, вернуть его в нормальные русла жизнедеятельности. Либо это действительно уже не попавшую ситуацию, а попавшую не в разовую, скажем так, ситуацию, да, а попавшую в цепочку жизненных ситуаций, когда он оказывается на улице. И ему нужно, в общем-то, предложить такую схему, каким образом ему из этой улицы выбраться. Сначала должен быть легко доступный в любой точке, если это мы говорим о федеральном законе, в любой точке РФ, доступна добровольная программа от и до. Что такое мотивация? Человек говорит, я не хочу. Он не хочет, потому что он знает, что, допустим, вот его сейчас взяли в ЦСА, но завтра он там кому-то не понравится, кто-то на него там донесет какую-то ерунду. То есть он не уверен, что он завтра в этом ЦСА останется. Или вот берут человека, например, да, особенно когда от иногороднего, всё-таки берут иногда. У человека, например, нет паспорта, ещё чего-то. То есть не по месту жительства паспорт восстанавливается до двух месяцев. Его берут на две недели. А потом говорят, ты знаешь, ты ничего не сделал. Паспорт не принёс? Иди отсюда. Ты ничего не сделал. Мы тебя больше держать не можем. И вроде как это тоже по закону. И человек уже второй раз туда не пойдёт. Или его там берут, например, ночевать. Тоже граждане вызывают. У него в тёплом подъезде пригрелся, там бездомный спит, его забирают, например, в три ночи, в социальный патруль, отвозят в социальную гостиницу на противоположный конец Москвы. А в 6-8 утра на мороз его опять выставляют в незнакомом районе. Ему надо ещё добраться. Потому что бездомные, они как... Если он прижился на улице, они маломобильные. Потому что они нашли нишу, они здесь подработают, здесь они там этот... У них уже какая-то инфраструктура такая своя получается. И очень ограниченная по району. Да, и когда его вырывают и везут на социальном патруле в противоположный конец Москвы, а утром говорят, ты переночевал, скажи спасибо, до свидания, человек оказывается второй раз переживает катастрофу бездомности. То есть так нельзя оказывать помощь. Вот так вот взять, сказать, мы тебя благодействовали, а теперь ты сам виноват. А почему их везут на другой конец Москвы? Потому что у нас только в нескольких местах только есть социальная гостиница. В основном самая большая это влюблено. Но и получается так, что вот эта ротация бездомных, она не выше уровня улицы получается. То есть закон получается так, он рассчитывал на каких-то идеальных бездомных людей, которые уже промотивированы чем-то. То есть откуда возьмётся мотивация, если люди у нас, простые граждане, тотально не доверяют государственным структурам, испытывают дико, там, сами уже депривированные, да, и с огромным комплексом жертвы. В нормальном состоянии. Да, с комплексом жертвы практически у всех. То есть как можно насильно заставить реабилитацию человека с комплексом жертвы? Вот насилие любое, даже как бы во благо, оно закрепит в нём этот вот комплекс жертвы. Хотя у нас действительно есть некоторые бездомные, но обычно это совсем уже там, ну, безвольные там какие-то совсем алкоголики или сумасшедшие, да, вот, которых действительно, вот, если их насильно не убрать с улицы, они добровольно не уйдут. Есть такие люди. Вопрос, как это делать? Но вопрос получается в другом, что эта сфера уже не касается бездомности. Разве у нас принудительно психоатрическое, наркологическое лечение, это чисто проблема бездомности? То есть чистая проблема бездомности – это отсутствие жилья и регистрации. А всё остальное, вот в чём дело-то, почему мы против того же закона выступали, как большинство всех остальных отношений, которые описываются в этом законе, они уже регулируются другими законами, которые не исполняются. И получается, что человек, например, не получивший жильё после детского дома, несёт второе наказание за то, что он не получил это жильё, а не потому, что они несёт наказание тот, кто не дал ему жильё. То есть получается, что человек дважды виноват. То есть за это время он, конечно, мог уже и в тюрьме посидеть, и спиться там, и всё, и выглядеть как полностью там человек, который во всём виноватый. Но первая причина бездомности, как правило, так или иначе, это беззаконие. То есть с помощью принуждения самого человека, объективно пострадавшего от беззакония, или считающего, что с ним незаконно поступили, здесь тоже такой субъективный фактор. То есть на него направлять всё вот это воздействие по этому новому закону, это нерационально, нерационально, это не приведёт к результатам. То есть это имеет смысл, принуждение имеет смысл для ряда людей. Но оно, как правило, касается более широких масс. Не повсеместно. Оно не специфически бездомное. Потому что бездомных людей нельзя вырывать из контекста вообще общества. Нельзя делить. Вот тут, тут, а здесь так. Потому что бездомные люди, они статистически, они у них там, если посмотреть, опросить, они, их политически-религиозные предпочтения, они все вот такие же, как у всех остальных людей. Эта часть общества такая же. И поэтому работать с ними надо так же, как бы мы хотели, чтобы поступали с нами. Это вообще евангельский принцип, там, прославное движение. Спасибо, Ань. Мы продолжим через паузу на рекламу. И снова здравствуйте. В студии Катерина Романова и моя гостья Анна Федотова. Анна – координатор проекта «Курский вокзал. Бездомные дети». Но не только «Курский вокзал» находится в поле деятельности Анны, она глубоко вовлечена в эту систему. И один из тезисов, который проходит красной нитью во всех интервью Анны в средствах массовой информации, звучит так. У человека должна быть реальная возможность перестать быть бездомным. Вот, собственно, суть нашей программы в том, чтобы разобраться, как. Знаете, я вот хочу сейчас немножко, может быть, отвлечься, но это отчасти и как. Я, может быть, первый раз, так сказать, действительно в эфире и в СМИ, вот сейчас поделюсь своими такими мыслями глобальными. То есть я вот 8 лет наблюдаю. Мы с Курского из детей начинали вокзала, действительно, потом уже пришлось распространиться как бы шире и дальше, и глубже. Вот к вопросу тому, что мы до этого говорили про беззаконие. То есть я, наблюдая за вообще реакцией людей на улице бездомных, да, или попавших в ситуацию бездомности, понимаю такую вещь, что это всё гораздо глубже. То есть если мы говорим о том, что делать с бездомными, то мы должны сначала понять причину, почему это происходит, правильно? Чтобы уже эту причину устранить. Ну, то есть в каждом конкретном случае нужно разобраться, как человек пришёл к этому состоянию. Каждый раз за 8 лет, у меня даже новые приходят наши добровольцы, говорят, а какая схема работы с бездомным? Я говорю, не знаю. Надо на человека посмотреть. А потом уже комбинировать, сходя из того, что у нас есть. Уже этот человек подходит, например, для ЦСА, а этот человек в силу личностных. ЦСА это что? Центр социальной адаптации государственной. А вот этот в силу каких-то личностных своих особенностей не подходит. Его нужно в другое какое-то место, там частное или в прихраме, или ещё куда-то. А это вообще домой отправить, а это вообще не трогать. Он вообще ещё не готов вообще ничего менять. У нас было, что мы несколько... Вот мы ездим-ездим на улицу, мы не просто так вот покормим. Это точка встречи с бездомными, точка общения. Человек приходит с нами, пообщается-пообщается. Даже иногда приходит, говорит, а я не голодный, а просто поговорить по-человечески пришёл. Пообщаться, потому что бездомность – это тотальное одиночество. Это дикое одиночество. Это травма, сильнее которой нет ничего, наверное. Это травма бездомности психологической. Это круче там и войны, и всё, что угодно. Потому что человек там один на один с миром в войне. То есть он не с однополчанами против врага воюет, а он остаётся один. Ему необходимо вот это человеческое общение. Иногда человек приходит, бывает редко, конечно, но бывает, что приходит, спасибо, вы мне помогли. Даже по интернету находит, там мне пишут, а я человека вообще не помню. Потому что мы особо-то ему и не помогли. Мы просто с ним нормально один раз поговорили, где-то там на грязном вокзале. Ему-то достаточно для того, чтобы как-то очнуться. Очнуться, почувствовать, что он всё-таки не отвергнут. Да, или они, например, приходят, у нас был случай, что по нашим вакансиям человек устроился на работу, а потом под Новый год пришёл и бутылку шампанского нам подарил. То есть там бывает у нас, у всех, у наших добровольцев, у многих, кто часто ездит, у них уже там музей подарков от бездомных людей. Но я другое хотела сказать, более глобальную вещь. Вот наблюдая за бездомными, я поняла, что на самом деле против коренного населения России, ну не только русских, но именно кто уже коренного народа, которые уже такой русскоменталитетные люди, найдено очень эффективное орудие уничтожения оружия. И оно очень эффективное, и оно, ну так сказать, бьёт очень, так сказать, очень многих. Оно называется беззаконие. То есть, вот тоже, про что я говорила вот недавно, да, то есть это то, что лишает, ну условно говоря, русских, да, желания жить. И то, что мы сейчас наблюдаем на улице, везде, это, может быть, надо даже какое-то подсознательное, это реакция на беззаконие, которое называется общенациональное самоуничтожение, самосаботаж. То есть русский как думает? Если правды нет, я жить не буду. То есть это русский бунт, бессмысленный и беспощадный, он, русские сейчас, ну и не только русские, опять же я оговорюсь, да, не способны объединиться для защиты своих прав и интересов. Большая страна, жестокий климат, это Ключевский ещё про это говорил, особенности русского характера, да, и тогда начинается вот этот бунт, который переходит в самосаботаж. Так не доставайся же я тогда никому. То есть самоуничтожение как бунт, как протест, он выражается в пьянстве, в абортах, в наркомании, в разводах, в бездомности. Потому что люди, я когда с ними разговариваю, они уже к нам с программой саморазрушения попадают на улицу. И когда я говорю, ну мужики, что же вы делаете, вы же тут умрёте? Некоторые говорят, да скорее бы уже. То есть это способ самоубийства. Всё равно же главное, можно говорить сколько угодно о проблематике, да, но всё равно я знаю, что у вас есть некие разработки, выходы из этой ситуации. У вас есть организация, которая помогает. У нас довольно такая интересная организация. Что вы делаете? Вот конкретно, вы ездите по улице. Ну шесть раз в неделю мы на вокзалы выезжаем, наши там так называемые точки, да, то есть мы где привозим, во-первых, еду, которая необходима для выживания на улице. Потому что даже если человек ещё не готов выйти на улицу, ну дальше пойти, он хотя бы мы его более-менее в каком-то здоровом состоянии и как вот продержим до того, как он примет решение, что с него хватит. В любом случае ему нужно дать такие толчки, чтобы у него появился просвет. То есть люди всегда знают, что они могут прийти к нам. То есть, например, иногда люди, там, государственные учреждения не любят принимать по второму разу. Никто у нас уже был, ну и вон, так сказать, пошёл. Вот. У нас такая есть горькая такая поговорка «очередной последний шанс». Мы будем человеком заниматься столько, сколько он к нам придёт. Но у нас есть минус, что мы абсолютно добровольческая организация. У нас нет ни, так сказать, ни офиса, ничего. То есть вы не коммерческая организация? Ну, это православное народное движение. Православное. То есть у вас просто некое сообщество людей, которые вместе собираются для того, чтобы помочь государству по большому счёту решить проблему. Да, то есть отправляем домой много. Отправляем. Сейчас вот в последнее время стали всё больше помогать, много людей обращаются помочь паспорт восстановить. То есть мы оплачиваем госпошлину, помогаем фотографии сделать и конкретно инструктируем, что нужно делать, куда пойти, как заполнить анкету, чтобы восстановить паспорт. Вот. Потом в содружестве с храмом Якова Апостола, это как раз Курского вокзала, у нас два раза в неделю открыт весь день пункт раздачи, так сказать, одежды, средств гигиены. Там у нас же есть телефон, по которому люди могут домой позвонить и работодать. То есть мы ещё, у нас есть программа поиска вакансий. Работы. Да, мы подбираем вакансии, если человек хочет индивидуально, то индивидуально, исходя из того, какие документы у него сохранились и какие навыки у него сохранились. Но, как правило, это мы так самые простые смотрим, вот вакансии. И там же человек может по этой вакансии позвонить. Мы предоставляем телефон. Ну, какие-то консультации, отправка домой. То есть вот всё так, ну, получается, что когда бездомными занимаешься, ты погружаешься во все возможные социальные проблемы, которые вообще есть. То есть я правильно понимаю, что вы встречаетесь с человеком, который оказался в такой сложной жизненной ситуации, и ваша цель – довести его до конечной точки исправления этой ситуации? Мы, как мы себя мыслями… Вести его в нормальную жизнь, вернуть. Некоторых мы ведём, некоторых причём годами сопровождаем. Но мы как раз с первого нашего, наверное, года говорили про создание сети взаимодействия, потому что мы непосредственно на улице. Это вот такая классика работы, да, вот такая, что уличная работа, а дальше есть другие организации. То есть мы вот это вот место встречи, место соединения людей социально исключённых и, значит, тех, кто пока ещё не социально исключённых. То есть мы постоянно ищем, куда можно этого человека передать. То есть мы с ним знакомимся, смотрим, понимаем, да, что он себя там более-менее представляет, и мы уже понимаем, что вот этого человека надо упросить прямо вот, даже вот нарушая какие-то такие мелкие, да, там, директивы, принять там, например, в государственное учреждение, что он сможет там адаптироваться, да. Некоторых отправляем там… ещё куда-то некоторых… Достаточно просто дать позвонить домой, чтобы его забрали, там, вот связь с родственниками очень важно наладить часто. То есть мы уже смотрим, куда его можно… То есть мы как предаточное звено. То есть мостик вот этот вот, да, что вот как связать вот эти два мира. То есть то, что бездомные сами хотят, это всё ерунда. То есть они когда-то не хотели. Первое, что говорит человек, когда он попадает на улицу, я не бомж, я же не как они, я же нет, то есть нет. А потом… Ну вот вы меня в первой части даже поправили. Не бомж, а бездомный. Да, бездомный. То есть в этом есть даже разница? Ну, понимаете, как бомж, что стало уже ругательное слово, совершенно определённую коннотацию несущее. То есть, во-первых, происхождение этого слова изначально уже… Это же аббревиатура. Анна, это изначально происхождение аббревиатуры было в недрах, так сказать, советской милиции, когда по закону это было уголовное преступление. То есть изначально уже репрессивное, так сказать, название. При том, что лицо бомж изначально было. Теперь лицо у нас вообще пропало, и теперь у нас… Остался только без определенного места. Да, на самом деле вот уличная бездомность – это только видимая часть проблемы. Очень много латентных и скрытых бездомных. Очень много людей, которые живут повременно или вообще без регистрации, снимают жильё годами, целые семьи с детьми. И случается что-то, вот особенно в кризисе это стало видно, в кризисе, когда многие лишились работы. То есть давно вот эта детская проблема, с которой мы начинали, она уже давно перешла… Во взрослую. …молодёжную, семейную. У нас всё сменилось семьями с детьми. Причём даже с не одним ребёнком. Просто это меньше видно, потому что всё-таки семьи, они стараются как-то выживать, где-то там оставляют детей у родных, ещё что-то. Но проблема бездомности, она обширнее. И когда вот с человеком начинаешь говорить, разбирать её ситуацию, оказывается, собственно говоря, что он-то как раз латентный бездомный. Вот у него вот этого ресурса сейчас вот не будет, если, да, вот тогда работы высокооплачиваемой, то он останется бездомным. И когда он это понимает, людям становится страшно. Люди про это боятся думать, потому что это всё про них. В 2012 году 12 тысяч с половиной, так сказать, людей, 12 тысяч 500 больше, было по закону, по суду выселено без предоставления жилья. Мало кто знает, что сейчас по жилищному кодексу можно выселять людей без предоставления жилья. Там за долги ещё, за что-то. Жилищное законодательство сейчас только усугубляется. Потому что у меня муж представитель совета дома, и мы знакомы с тем, что сейчас происходит в жилищном. Получается, что у нас на государственном уровне разные подразделения, которые занимаются разными, в общем-то, законотворческими процессами и регуляцией, да, они друг другу, по большому счёту, создают дополнительные проблемы. Ну, не то, что... Это проблемы для нас. А системе надо чем-то питаться. Надо понять, что вот эта система, даже вот социальные службы, вот эти детские дома, да, сейчас очень много, да, говорят. И вот я знаю, что Александр Гизалов тоже у вас был, он эту тему очень хорошо освещает, он наш консультант, друг, он наше название, в общем-то, придумал как раз в 2006 году. Вот. Система заинтересована в воспроизведении тех, на ком... за кого она получает деньги. То есть пока у нас система работает не на результат, а на процесс, никаких результатов не будет. И это касается и бездомных, и всех, там, и социальной защиты, и кого угодно, и жилья. То есть сейчас тенденция такая, всё перекладывается на человека, в жилищной сфере, на собственника, и собственнику говорят то же самое, что мы говорим про бездомных, что собственники сами не хотят, пусть сами отвечают. Вот. Что сейчас человек сможет выжить, только если он принадлежит какому-то клану, к семье, к общине, там, например, там, в церкви, там, я не знаю, там, ещё что-то. Поэтому я считаю, что православие, оно как раз русских может спасти ещё пока. Вот. Какую роль церковь играет вот в этой ситуации? Вот как церковь помогает бездомным? Ну как, вот как раз... Вот есть такое, бытует, скажем так, такое мнение у людей, что вот я, проходя мимо бездомного на улице, я ему помогать не буду, потому что он сам закатился. Но вот чтобы ему как-то самому себе помочь, ну вот обратись в храм, там есть какая-то работа, там есть ночлег, там есть... По-разному, есть храмы, которые целенаправленно помогают. Вот нам, например, едут, Даниловский монастырь за свой ещё он готовит, и раз в неделю по дворе троит Сергееву монастыря, причём даже свою машину предоставляет для вывоза. То есть это монастырская трапеза. Да, то есть тоже, ну, мы начинали с того, что мы дома, сами готовили, а потом нас в монастыре сам нашёл. Он сказал, ой, мы так хотели бездомных кормить, они знали, как и где, можно, разрешите нам вам помочь. Вот, Даниловский монастырь, да, вот. И сегодня будет как раз открытие, я сегодня как раз после эфира поеду, в запись вот сегодня, да, вот сегодня будет открытие, как раз ангар спасения это называется, на территории Синодального отдела по церковной благотворительности будет открыт ночной пункт обогрева для бездомных за счёт церкви. Я знаю всю эту историю, ещё в прошлом году хотели открыть. По всей Москве церковь не могла найти место для вот этого ангара. Была огромная работа проделана по поиску этого места, и в итоге на территории церковной это было принято решение разместить, потому что просто не нашли. Там какими-то бандюками занято, здесь что-то, здесь, там земля, здесь жители против, там ещё что-то, никому это не надо. Ну, тогда на своей территории эта церковь открывает. То есть в других городах есть церковные приюты, но опять же это всё именно от отчаяния. То есть я как волонтёр, я считаю, моё глубокое убеждение, что волонтёры не должны решать судьбу и жизнь людей. Это задача государства, тем более по конституции, названной социальным. Когда от волонтёра, от непрофессионала зависит буквально судьба и жизнь, там, ребёнка или взрослого, это ненормально, и так быть не должно. А сейчас так? Да, сейчас так. Ну, так сединка на планете. То есть мы сейчас пытаемся как-то сотрудничать, я не скажу, что мы плохо сотрудничаем, мы пытаемся. И люди государственные, они пытаются как-то, которые непосредственно бездомными занимаются, я про них ничего плохого, как о людях, не могу сказать. Если они что-то и не делают, или отказываются, значит, это есть какие-то действительно причины, потому что они стараются идти навстречу, если мы там попросим лично за человека, ещё что-то. Но система как таковой на уровне политического решения нет, потому что, опять же говорю, что не заинтересована система в результате. В результате затерсён только те, кому не всё равно. Вот так же, как у нас с детьми, детскими домами. Потому что в некоторых у нас жилых пунктах детский дом – это градообразующее, посёлкообразующее предприятие. И если всех детей раздать, то люди останутся без работы. Ну вот получается из того, что вы рассказываете, что нет системы, направленной на результат. Есть только система ради процесса. Это принципиально, я как бы так, широкими мазками. Есть исключения, есть очень хорошие… Есть исключения, есть организации, и всё это зависит от человеческого фактора, тех людей, которыми занимаются. Нет специалистов у нас, нет подготовленных. Нет обучения в институтах, нет специальных курсов. Мало очень адекватной информации вообще о бездомных и о бездомности. Поэтому отсутствие информации порождает демонизацию образа бездомного в народном, так сказать, понимании. Вомж, там, вот это слово. То есть, по большому счёту, мы все вместе участвуем в этом процессе. Мы как общество, мы как государство. И мы все как кандидаты в бездомные. И мы все как кандидаты, что самое страшное. Да. То есть, пока ты живёшь, работаешь и существуешь, у тебя есть мотивация внутренняя, что ты король. Как только ты всё это теряешь, моментом происходит демотивация человека, основанная на долгосрочном процессе недоверия и власти. Недоверие, да. И комплекс жертв. И закона, комплекс жертв. Вообще апатия наступает. Я говорю, это ещё особенность национального, я считаю, менталитета тоже. Очень сильно. Потому что я смотрю, что разные народы немножко по-разному себя на улице действительно ведут реально. Хотя у нас там есть такие интернациональные, там весь Советский Союз, там, да, и кубинцы, и всё. Но всё-таки вот есть национальные различия в поведении людей на улице. Вот есть, действительно. И вот славяне, они как раз быстро спиваются. Они самые отчаянные, да, получаются? Ну, они меньше всего верят. Не верующие. Меньше всего верят, что будет хорошо. Аня, а много людей, которые занимаются вот этой проблемой? Ну как? В вашем окружении вы, столкнувшись с этим, занимаетесь этим. Много людей вообще, которые развернулись в сторону. Знаете, в последнее время я больше встречаю понимание. Потому что я на себе это ощущаю, что мы в последнее время все-все, вот как, опять же, выражаясь, Игорь Калинский назвал «сомж», люди-сомж с определённым местом жительства. Многие на себе сейчас чувствуют, что мы приближаемся к этой грани, которая нас условно разделяет с бездомными. И сейчас вот я встречаю больше понимания, хотя, например, вот помощь оказывают меньше, потому что у людей стало меньше средств. А сколько вообще ваша организация существует? Восемь лет. Восемь лет вы занимаетесь? Это проект Курский вокзал? Да, да. Бездомные дети. Ну, так самоорганизовались, так сказать, снизу в интернете. То есть вы нашли просто единомышленников и начали помогать? Это не я, это вот был... Я там всю себя неделю присоединилась. Да, это Борис Рыжов, он на православном форуме кинул крит, что я завтра иду на вокзал. То есть он тоже немножко с отчаянием, такой русский такой тоже, такой жест. То есть он говорит, я пришёл, а там всё какие-то споры богословские, а вообще ни о чём. Я каждый раз езжу через вокзал, а там холодно, и тогда ещё дети-подростки были, там подростки с пагетами клея гуляют. А я вот, значит, вот... И я, говорит, уже с отчаяния, это всё уже такой широкий такой жест, что я завтра иду, кто со мной? И сразу там наш руководитель сейчас нынешний, вот Рустам Михайлович, тоже сразу прям откликнулся, там люди тоже, некоторые сейчас не могут ездить. А сколько у вас сейчас людей в вашей организации? Ну, как вот, не все прям на вокзал выезжают. В вашем сообществе, неважно. Не обязательно же выезжать на вокзал, можно же заниматься и социальными какими-то вопросами, организационными, юридическими. Ну, я так специально не считала, но в данном случае человек, наверное, 40, да, всё вместе. Есть люди, которые сейчас не могут ездить на вокзал, там, допустим, у них там дети родились, но они продолжают быть нашими друзьями, уже там личными, там, кумовьями, друзьями. А много людей, которые помогают вам, вот дарителей таких? Кто финансирует, кто помогает? Дело в том, что из-за того, что у нас нет административной структуры, вот этой вот, что... Ну, юридического лица. Да, у нас есть юридическое лицо, но оно чисто вот такое вот, как-то не очень оно нам помогает, вот, для официальных каких-то контактов только, вот там, состями, ещё что-то. То есть вас никто не финансирует? Ну, у нас, да, только у нас, ну, как пожертвовали, сейчас вот у нас вот пункт раздачи вещей, там есть благотворитель, который вещи закупает, то есть мы берём по этому помощи натурой часто. Есть благотворители, ну, я их дарителями назвала. Да, которые вот именно нам, мы не деньгами берём, а сразу вещами. А приметами. Есть храмы, которые помогают едой? Ну, да, есть храмы, которые тоже нам, вот, например, по дворе, да, оно выделяет под отчёт определенное количество денег на отправку, например, людей, на оформление документов. То есть вот вы даёте, там, деньги на восстановление паспорта. Мы не даём деньги, мы на руки, у нас по правилам запрещено давать деньги. Вы даёте телефон для связи, чтобы что-то можно было... Ну, сами тоже, если надо, с человеком ходим. Это вот за какие средства происходит? Пожертвования. Всё за пожертвования. Ну, вот, я говорю, что минус того, что у нас нет штатного расписания, например, что нам бы, конечно, взять так вот несколько человек на ставку, чтобы они просто этим занимались. То есть вы всем этим занимаетесь абсолютно добровольно? Ну, получается, что да. Ань, а вот вам лично-то зачем это нужно? Так, это жизнь такая. Как зачем? Ну, почему вы стали этим заниматься 8 лет назад? Ну, Евангелие сказано, что не делай другому того, чего себе не желаешь. И когда я читала этот закон, я реально понимала, что я сейчас формирую будущее, там, моё, там, моих... Да, там, детей моих, там, друзей, моих детей и родных, потому что если мы сейчас... Это надо с точки зрения социальной выгоды понимать, что если мы формируем общество лояльное к социально незащищённым слоям населения, не только, там, бездомным, там, инвалидам и сиротам, то мы страхуемся сами, потому что никто не знает, когда мы туда упадём. А как муж? Вот я с его разрешения это делаю, конечно. А мама? Дети? Ну, у нас, ну, как так получилось, что детей нет пока, да? Пока нет, то, в общем, вот мы занимаемся. Ну, родные, друзья, как они реагируют на эту вашу деятельность? Ну, друзья, наоборот, у меня даже стали иногда, там, как-то раз друзья, причём даже неверующие друзья совершенно, на улице, там, бабушку потерявшуюся, сами как-то ночью подобрали, и сами же её потом домой вернули. Она у них там переночевала, она потерялась. То есть ваша доброта, она распространяется? Ну, я бы не сказала, что это доброта, но, ну, ну, вы знаете, вот этот вопрос, почему и зачем, мне всегда ставит тупик, на самом деле, потому что я про это не думаю. Но это просто, это наша жизнь, это жизнь. То есть это нормально. Анна Педотова, координатор проекта «Курский вокзал. Бездомные дети». Человек, который абсолютно без всякого принуждения занимается проблемами людей, которые в этой помощи нуждаются. Спасибо вам, Анна.